15 минут на партию, на обдумывание хода 10 секунд. С быстрых шахмат сильнейшие спортсмены Сибири начали чемпионат округа. Турнир прошел на площадке 306 квадратов с 4 по 6 марта. За победу состязались более 80 участников. В программу соревнований также вошла молниеносная игра Блиц. Турнир интересный. Приезжают и старый млад, и шахматисты разной силы. С удовольствием приезжают люди из ближнего нашего окружения сибирского. Пообщаться, поиграть, поговорить, повстречаться, помириться с силами. Привозят сюда детей. Задача нашего турнира – одобрать четырех сильнейших, которые могли бы участвовать в чемпионате России по быстрым шахматам. Участники чемпионата – мужчины и женщины разных возрастов. За одним столом встречались представители взрослого поколения с совсем юными шахматистами. Возраст сам по себе в шахматах не имеет большого значения. Человек в 70 лет может еще неплохо играть в шахматы. Чего не скажешь, скажем, про боксера или лыжника, или бегуна, хоккеиста, предположим. А здесь нет такого ограничения. И в то же время может и в 10, и в 12 лет уже играть в силу мастера. Здесь есть тоже крепкие ребята. Приехали из разных городов, поэтому дети, особенно в таком возрасте, они все темные лошадки. Их сюда привозят, никто про них ничего не знает, кроме своих тренеров. И они, возможно, что и тоже выстрелят. Основным фаворитом на соревнованиях стал двукратный обладатель Еврокубка, международный гроссмейстер Андрей Белозеров из Томска. Я приехал сюда не только самому поиграть, но и с ребятами, с учениками, чтобы они получили здесь свой очередной бесценный опыт игры с сильнейшими шахматистами нашего округа. Специфика быстрых шахмат и блица в том, что подготовиться конкретно к сопернику невозможно, потому что они меняются. Вот соперников будет сегодня пять соперников, завтра четыре. И поэтому здесь в целом выходит на первый план такая общая подготовка. И тактическое зрение, и комбинационная, и дебютная подготовка. И всем этим мы стараемся с ребятами заниматься между турнирами. Ну а здесь уже все, что мы наработали, пытаемся проявить. В результате турнира по быстрым шахматам среди мужчин Андрей Белозеров уступил омскому спортсмену Александру Слежевскому. Среди женщин победительницей стала Татьяна Цепенникова из Алтайского края. Напомним, четверо лучших участников поборются за победу на чемпионате России по быстрым шахматам. Редактор субтитров А.Семкин